Еще и раньше в отношении разных социальных групп, границы, власть осознанно эксплуатировала самые низменные инстинкты и комплексы общества. А сейчас, наверное, с февраля, с аннексией Крыма и потом с начала агрессии против Украины, это возведено в степени. Рад в куб. Людям внушают самое низкое право силы, абсолютное право большинства, родоплеменные какие-то узы. Ну, много что можно говорить, но все это, в конце концов, непосредственно связано с пропагандой агрессии и приводит к нему естественным образом. В обществе вырастает нетерпимость. Ну, в конце концов, разожжена война рядом, и ты, война от имени нашей страны, в которой наша страна, ее официальные органы, ее официальная пропаганда занимает совершенно четкую позицию воюющей страны, которая не имеет ни легитимных оснований, ни, судя по всему, значимой общественной поддержки. Дело явно нехорошее. Для того, чтобы убедить общество в том, что это нужно, приходится выливать на это общество какие-то огромные количества лжи, врать про другую сторону. Все это невротизирует, что называется, людей, потому что люди чувствуют себя дискомфортно, естественно, в ситуации, когда от их имени делается что-то плохое, они должны санитализироваться с этим. Для того, чтобы полагать, что те преступления, которые совершаются от их имени, не являются преступлениями, а являются правомерными действиями, они должны демонизировать врага, они должны ощущать праведный гнев в отношении всех, кто не согласен с ними. Вот такое первобытное склочение происходит, и в этой ситуации, конечно, агрессия велика. В принципе, общество расколото, абсолютно расколото, на неравные части, конечно, но, тем не менее, нетерпимость очень велика, и это естественно, потому что, если одни люди убивают других, и одни ассоциируют себя с одной страной, другие с другой, понятно, что здесь не доходят до крови, не доходят пока до насилия, но грань очень тонкая, это может случиться в любой момент, ситуация, к сожалению, раскручивается. Поэтому, вот просто проявление инакомыслия, эти люди просто стоят в рамках российского закона, понимают, что их немного, они не угрожают никаким образом большинству, они угрожают ментальному единству большинства, да, это и портагандистская общность, иллюзии всеобщего одобрения. Вот эта вот агрессия, она своим необходимым компонентом имеет единогласие, нетерпимость к любому другому мнению. И эти люди приходят и говорят, мы не хотим, чтобы вы здесь стояли, мы не хотим, чтобы здесь были эти флаги, мы не хотим, чтобы здесь были эти плакаты, хотя, конечно, это наша страна и наш город так же, как и даже если у нас сейчас меньшинство.